Друзья, привет! С вами диванный эксперт Андрей Ганс. И это диванная экспертиза группы Аматори со Славиком, с Вячеславом Соколовым. Нашел лайв прикольный на нашествии, где много людей. 2017, правда, год, но мы будем последовательны. Мы сначала разберем со Славиком, а уж с новым, там, новые альбомы, новые вокалисты, это потом. Ну, а то, что было до, мы уже не будем разбирать, так как это уже дела минувших лет, уже древность. Вот мы начнем 2017 год. Я единственный в этом мире, наверное, кто может объективно на данный год, на данную минуту разобрать Аматори. Почему? Потому что я знаю только одну песню, одну песню. Чёрно-белые дни, клип видел в те ещё лохматые времена, и всё. Я никогда не слушал группы Аматори. Так что, ребята, радуйтесь, запасайтесь чипсами, там, чай с водкой, с пивом. И мы начинаем! Опа! Славик! Ты мне уже не нравишься, твоё состояние странное какое-то, мне кажется. Ну, ладно, сейчас дальше посмотрим. Ух ты, плечиками, ух, задвигал. Сейчас он вообще не похож на металлиста. Это вот как депешмот был такой, вокалист в молодости. Да, ну, он и сейчас есть. Вот он любил такие стрижки. Прикольно, охрен. Ладно, что-то ещё не начали играть, уже докопался. Песня «Дым» есть у Soul Ride. Только там намного быстрее. Замедлили дым, что ли? И тоже так ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту начинается. Ну, ладно, это всё, херня. Чёрный свет! Эээ, блядь, славик! Сука, ну почему? Просто не первая лавина, вторая нота. Этот на слове «свет» мимо к хуям, просто к хуям мимо. Это ужас, блядь. Во мне не удержать! За собой! Ээ, блядь. Не, я понимаю, что ты хочешь сделать так, типа, с хрипотцой охуенно, высоко спеть. На теноровом диапазоне. Ну, это... Ведёт меня, блядь! Вот это наверх... Ну, тебе тяжело конкретно это брать. То есть, ну, ты не можешь это взять нормально. Тем более, ну, может, на записи ты это вытянул, как бы. А, ты пойми, что концерт, это много раз тебе там надо так будет брать. Надо петь чуть-чуть с запасиком, чтобы у тебя был запасик по высоте и вообще по твоим возможностям. Не надо на пределе возможностей петь на записи. Ты потом всегда будешь лажать. Это замедленный Брин Мэй Захарайзен. Чуть-чуть замедлили. Смешали Брин Мэй Захарайзен и Сау Райз. Песню дуем нормально. Молодцы, молодцы. Ой, кеды, Славяка, в говнице, в дерьме. Ну, ладно. Ходил по полю, там же поле на нашествии. Пока, наверное, гулял перед концертом. Там, по этой... На мины понаступал. О, вот это пошел чисто вокал. Это ужасно, вообще жесть. Вот вы берите тут все этот антураж тяжелый, все это красота, это тяжелые музыки. Что, типа, вот привыкли, что там в клубе, там, а, ладно, ничего не будет слышно, там громыхает барабаны. Ну, вот, тут все слышно. Тут нашествие, я так понял, часы у тебя охуенные. Но в куплете ты на низких, на низких нотах вообще ни туда, ни сюда. Ну, что это? Что это? Это вообще просто на полтона все ниже, например, да? Не просто там одна нота, а все прям. Ты не слышишь? Да, чувак, у тебя ушные мониторы. Дорогая штука на самом деле, дорогая штука. И слышно в них, вот я выступал, вообще шикарно. То есть там вообще можно настроить, ты будешь просто себя просто слышать. И любые, любые инструменты по громкости настроишь. У тебя будет твой вокал просто орать тебе в ухо. Не, нахера. Ну, что это, блядь? Ну, что это за... Тоже пиздец, ребят. Ну, ладно, фео там, понятно. Ну, вы же как бы ориентируйтесь, что типа крутая группа. Ну, по музыке, кстати, вопросов опять же нет. Третий раз уже музыканты нормально все делают. В смысле, ну, инструменталисты. Что в Джейн Эйр, там, что в Психея, а что и здесь тоже качественно все. Ну, вот этот начинает петь и страшно становится. Вообще, просто дичь какая-то. Вот вступает тут барабан и все сочно, вообще сочно звучит. Качественно, по-западному. Блядь, это невозможно слушать, просто. Вот я помню, в ДК, блядь, репетировали. Там группа репетировала еще вообще в лохматейшие годы, еще детьми были. И вот там тоже чуваки более-менее научились играть. И чувак приходил вот это вот так же примерно пел. Они такие, ну, я им говорю в коридоре, блядь, чуваки, это пиздец. Он говорит, они говорят, ну, типа, другого-то нет, типа, другого нет. Пусть этот поет, ладно. Хоть группа зато существует. Ну, тут же вы его, типа, специально брали как-то там, отбор, буб, конкурс. Блядь. Ой, сука, грустно, пиздец. Грустно. Джон, Джон. Ко мне Джон приехал, короче, из Америки. Джон. Окей, окей. Ха, ха, Эндрю. И типа, вот я ему включаю, говорю, Джон, бест рашен метал, метал групп, метал бэнд. О, май, гад, Оли Сайкс, things, 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 better, things, better. Вот так вот. Говорит, что Оли Сайкс даже лучше поет. Хотя там тоже к нему вопросы. Ну, бля, ну не пой тогда. Ну не пой вообще что, я не знаю. Ну что это за пиздец. А пацаны тоже играют, типа, все нормально. Им, наверное, в ушные мониторы его вокал не подают никогда. А он так, после концерта, таких, сидят усталые, поздние, такие, бля, нормально сегодня отрубили. Славик такой, ш-ш-ш, чтобы никто типа не заметил. Да, да, нормально, нормально. Славик, ну у тебя же эти кеды в говне, это к деньгам. Когда в говно наступаешь, это значит к деньгам. Но, видимо, не к вокалу, блядь. Вот эти клавиши прикольные. Ну, реально, как блинги играют, нормуль. Тут уже больше получается обзор на Славика, чем на Аматере. Не знаю, а Аматере, что, они играют хорошо. Минуса качественно дерут с запада. Как я и говорил в каком-то видосе, что надо уметь. Кто первый спиздил музыку в России с запада, тот и в топах. Что мы и видим. Бля, страшная хуйня. Куда ты лезешь, вот эти вот теноровые высокие ноты, критичные. Для тенора ноты берешь. Это же вообще страшно. Не надо туда лезть. Зачем? Я понимаю, что Оли Сайкс тенор, и там надо, типа, раз вы песню спиздили в Барингов, то надо, как бы, те ноты брать. Я все понимаю. Ну, не выходит, не выходит. Завыл, что ли? Как волк на луну. Интересно, они ближе к вечеру выступают или это раннее утро? В шесть утра или пять вечера, непонятно. Завыл, завыл, завыл. Что-то, видно, там корма не дали. Овечку там не это, как волк в стадо пришел, овец, и овечку не смог захуярить. Народу, мне кажется, для народа это, мне кажется, слишком круто. То есть, нашествие обычно там любили другие группы, да? Сплин. Сплин, там, типа того. Блядь, ты в рэпе, это типа рэп, да, пошел? Кстати, музыка, это тоже какой-то взято-взято откуда-то из диджеев, из, кстати, каких-то. Из каких-то диджеев. Я раньше слушал очень много хаос, dance, music, такую тему. И там вот прям один в один клавиши взяты. И только, и по звуку, и по мелодии тоже. Блядь, Славик, рэп тоже не твое. Ну, плохо, реально. Ну, что, блядь, как этот панамарь, наговариваешь что-то, свечку в руку тебе дать и наговор, наговоры пошли. Главное, чтобы ты на меня там не наговорил ничего, а то там нашепчешь что-то, крысиный хвостик скушаешь, и потом у меня там что-нибудь в баку заколит. Я представляю, как это задумывалось. Это реально задумывалось круто. То есть клавиши вот эти, разгон идет, нет ритма пока. То есть бочка херачит, потихонечку разгон такой, и он там типа что-то начитывает. Ну, типа как вот ATL, да, вот современный. Чтобы какая-то мелодия была. Кстати, возможно, и вот этот человек, который за барабанами играет, я знаю, что он у ATL на барабанах тоже играет. Он там подслушал эту тему, говорит, прикольно все это звучит. Давайте за херачим там, давайте. Ну, в Аматере со Славиком это звучит странно, на секундочку. Сразу нихера непонятно стало. То есть динамика очень разная, видимо, по подаче голоса. То есть кричит там понятно, во все горло там, это раздувает легкие все. А здесь как-то он что-то, ну, на низах, короче, полный у него, полный разлад, полный разлад. Надо тренироваться, тренироваться потихонечку. Стало нихера непонятно. Это с учетом компрессии, компрессоров всех вот этих вот, которые на концерте, на нашестве могли ему там настроить. Все равно нихера не слышно. Вот думаю, так будет слышно. Типа вообще в рэпера прям. То был просто вот так, а то у него постепенно так крутые очки, хопа, надвинулись так, хопа, раз, раз. Ой, блядь. Ой, блядь. Опять, опять. Опять страх божий начался. Вот да, это все. Блядь, ну это пиздец. Ну это все вообще жестко. Блядь, это реально аж холодок бежит, потому что это типа лучшая металлистическая группа Советского Союза. Не знаю, что послужило причиной, но получается, раз сейчас другой вокалист, то получается, что и Славик-то все как бы уволен был. Ну и правильно, правильно. Сначала, видимо, все нормально сложилось, а потом вот такая. Хотя, как это могло? Уже значит сразу он так делал. Это не могло в одночасье так получиться. Ну значит, не разглядели, не разглядели в нем этих прекрасных нот теноровых. Добрый вечер, нашествия! С вами группа Аматери, и я надеюсь, сегодняшний вечер вам заполнится на долгое... Я надеюсь, сегодняшний вечер вам заполнится на секунду. Ты меня уважаешь? Ну я просто горжой с тобой. Добрый вечер! Как настроение, друзья? Жигули, безалкогольное пиво на нашествии, блядь. Пчелы против меда, рок против наркотиков. О, Славик, что-то какие-то вот опять языки высовываешь, странная хрень какая-то. Ну блин, может тебе было надо в баночку подписывать перед концертом там, а потом уже выходите. О, ой. Славик, вообще, извивается нормально. Наверное, на какие-то танцы ходил перед тем, как вокалом заняться. Около шеста. Все готовы прыгать вверх! Блядь, попробуй вниз прыгнуть, Славик. Только вверх мы можем прыгать, сорян. Барабанщик, терпам, терпам. Вот это вообще шикарно, шикарно все делает. Красавчик. Себе! Что-то мне это слепкнот напомнило. Блин, я уже не помню, это 20 лет назад эти все песни выходили. Но это прям слепкнот. Не, ну, ведут все круто на сцене, ведут все круто. Все как надо там. Это вообще не доебаться, вопросов нет. Вот здесь вот более-менее нормально все звучит, все, и даже Славик. Тут нет высоких нот, и нету, как бы, сильных каких-то отклонений, так сказать. Просто в средине что-то там наговаривают, и нету рэпа, где без искажения голос. Вот так вот и надо было всегда делать. Пусть скромненько, но вопросов бы не было. И тут нормально, кстати, скрин пошел, нормально. Вот, надо найти себя, что можешь нормально делать, то и делать. Сейчас, сейчас вот мимо, тпым-тпым, вот как в анекдоте про басиста и барабанщика. Выпрыгнули из окна, и так, папам, называется, вот то же самое здесь было. Славик просит невозможное, вверх прыгать. Под слепкнот, чё б не попрыгать-то. Ну это вот стопроцентный слепкнотовский момент. Вот опять пошел наверх, и какая-то, вообще, чушь какая-то пошла. Руки в небо все! Блядь, как будто он напереводился иностранных групп там. Put your hands in the air, put your hands in the sky. Просто взял перевод от Google Translate и такой, о, в небо, руки в небо. Так никто не говорит, мне кажется, по-русски. Или я ошибаюсь? Ну, вот эта вот нота единственная на этой, ты здесь поешь на одной ноте, и она не попадает. Не попадает, не попадает в гитары вообще. Выбери одну, но хорошую ноту, Славик. Вот вообще вся проблема русских металлистических уже вокалистов, что они поют, вот они всегда начинают во всяких этих гаражах, там на строчках, где нихера не слышно, где рубят барабаны. Вот всегда на точке барабаны шумят, что ты вот начинаешь петь в микрофон. Вот эти колоночки пердят, вот эти маленькие, вот эти портальчики стоят, две колоночки. Вообще они не перебивают барабаны. И всегда, всегда, вокалисты 50% группы, а всегда так получается, что на него забивается хуй просто. То есть все, приходят гитаристы, свои комбики вправо все ручки делают, там все громыхает, барабанщик пытается их переиграть. Или наоборот, гитаристы пытаются пережужжать, так сказать, барабаны. И все. И после этого там что-то они набросали, и после этого вокалист что-то пытается там сверху этого петь. Ни хера всегда не слышно. То, что он там орет, поет, и всегда как бы забивается хер на это. А когда мы к записи приходим, понимаем, а ни хера себе, ты вот так вот пел оказывается. У меня такое было, что барабанщик мой, Олег, он в Солярисе еще, в самом первом, он сказал, ни хера себе ты там после записи, ни хера себе ты там поешь. Или там ни хера себе у тебя там текст. Он вообще не слышал его до записи. Вот это. И поэтому уровень требований низкий. У попсарей они просто, у них минус идет, они потише минус делают, они как-то пытаются хотя бы на голос акцент сделать, поют что-то там, манеру выбирают. Здесь просто ты пытаешься всю полжизни, пытаешься перекричать эти барабаны и гитары. И мы приходим к тому, что вот так вот люди поют уже на повышенном уровне, так сказать, известности. Классический металлистический вокалист Российской Федерации. А так как кричать надо громко, чтобы барабаны перекричать, то чаще всего скрим хороший. Вот вы уберите вот эти барабаны, опять же, все, весь этот металл уберите. Вот просто включите. Ну, например, да? Просто бит какой-то там, неважно какой. И вот это сверху вот наложите. Вы ужаснетесь, как это будет звучать. Вы сами скажете, ебать, что это, что случилось с вокалистом? То есть, весь этот шум не давал понять, насколько он мимо все делает на репетициях 100%. Они слышат, что-то там высоко он там поет. Нормально, слышно. Все, молодец, вокалист. Блядь. Это не туда вообще. Вот здесь нормально, когда вот, вот это нормально. Ну, тут почти уже, почти нормально. Все равно там плавает, но уже хоть что-то. Потому что, смотри, не очень высоко, Славик. Не надо туда лезть. Вот у тебя нормально. Вот сейчас вот более-менее звучишь. Нахера вот эти вот выебойные-то все? Или тебя заставили, признавайся, на записи. За яички тебя там, не знаю, брали ножницами, там, щипцами. И ты, вытягивались тебя эти ноты. А ты на концерте потом, без этих щипцов, уже в полный пиздец поешь. А вот сейчас вот это твой реально нормальный диапазон. Во! Но все равно чуть-чуть туда-сюда. Не нужен каждый голос прямо сейчас! Опять перевел. Google Translate включил. Каждый голос ему нужен. Вот раз слышали, что так говорили русские исполнители. Вот этот тембр, когда он кричит, нормально звучит. Но это типа песочница такая, ну, в принципе. Все так более-менее через несколько, какое-то время уже могут петь вокалист. Ну, не петь, в смысле, скрим это несложно владеть. По музыке шикарно спизжено. Все четко играется, музыканты молодцы. А теперь я хочу, чтобы каждый из вас сел вниз прямо сейчас! Блять. Сел вниз, как я сидел, да, вот. Кеды в говне. Надо в поле, как, в поле посрать. Как бы, я с ним не сяду в поле посрать. Блять, а здесь, как бы, толпа людей. Ты как, ты что людей заставляешь делать? Все садимся вниз на шествие! Все садимся. Да может, кто-то не хочет, Славик. Все, 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 все! Ну, блять, ну не все хотят. У них же не по графику все это получается. Может, кто-то утром любит. Еще в такой позе, в позе орла. Поза срущий орел, Славик. Надо, кстати, надо запомнить. Надо вот так же и будет сделать на концерте. Оценят, нет фаната. Посмотрим. А что-то он говорит, говорит сам с собой там получается, да? Интересная хрень. Славик, надо тебе в баночку все-таки пописать. Славик, микрофон. Микрофон это есть. Вообще, это у тебя в руке. Блять, заставил всех сесть, а встать-то не сказал, когда. Ну, что за бред? Так люди посидели дальше весь концерт. Надо же сказать, типа, сейчас мы встанем потом. Ну, это опять какой-то ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты. Ну, это лимбийский вообще-то. На секундочку, правильно? Песня. Даже помню песню Нуки называется. Ту-ду-ру-ту-ру-ту-ру. Это Нуки даже клип был такой. Вот это я помню. Славик, ну что за дичь? Мне это что-то напоминало? А сейчас я вообще охерел, ребята. Это просто в копеечку спиженная хрень. Не знаю, знаешь ты или нет, но здесь спижены просто в копеечку, в копеечку. Это же Шафоростов, ребята. Группа Down and Dirty. Я сейчас специально найду. Сейчас найду вот. Ну, вы поняли, да? Спижена. Просто один в один. Даже так можно сказать и музыка тоже спижена. Только здесь чувак нормально все это спел. Блядь. Прямо, ну, так неприкрыто спиздить просто. Ну, это, блядь, это уже другая рубрика называется «Плагиат советского металла». Ну, просто ты по музыке и по линии вокала. Блядь. Причем это вообще, ну, близстоящие, как бы, и группы, ну, и по... Ну, как, это же не просто там взято откуда-то из каких-то длохматых годов или там из другого стиля. Все, вот. Блядь. То есть вы как, что рассчитываете? Типа это никто не услышит, что ли, или что? Или вам похую? Ну, вы думаете, наверное, что типа Down and Dirty никто не узнает. Ну, может быть, да. Или вы не поняли, что это, короче, наш чувак там русскоязычный поет. Думает, о, Down and Dirty, там, вот, момент пиздать, и надо спиздить. А потом выясняется, да, что это наш. И, короче, такой хуйней, вот, точно, ребят, нельзя заниматься. Хотя вы, конечно, молодцы-то, типа, вот, ну, я же говорил, что, наверное, кто первый спиздил, того и тапки. Ну, вот, тут, как бы, получается, что это и работает. Вот, ребят, кто начинает группы свои организовывать, вот, смотрите, как надо делать. Вот так вот. И к чему это приводит? Выводы делайте сами. Ну, здесь опять, Славик, не ту ноту выбрал. Музыканты к вопросу нету, а Славик чудит. Ну, здесь выясняется, что музыканты настолько уже обнаглели, что пиздили прям в копейку, блядь. Такого делать нельзя. Нормально. Ты-ды-ды-ды-ды-ды. И такая пошла смесь песни Нуки и то, что вот мы Down and Dirty, там, вот, эта песня Move It, кстати. Она называется. Вы можете её послушать сами целиком. Война, мое ремесло. Слово порождает зло. Война, мое ремесло. Зачем вот это в нос так петь? Ну, блядь, опять. Славик, рэп это вообще не твоё. Вообще не твоё. Не надо туда лезть. Очень плохо звучит. Ой, блядь, опять вот эти. Хотя бы даже если две-три ноты разные, там, если одна, он пытается её найти и на одной ноте делать. Ну, когда надо хоть немножко там ту-ду-ду-ду, какую-то мелодию спеть. Всё, это, блядь, в куды зря начинается. Ну, вот это вообще не звучат все эти, не знаю, в жёстком, да. Ну, такое себе, да. Славик-то у нас, получается, карьерист, что ли, да. Вот такой, да залезь, куда залезь. Сначала Сача Бьютифул Дэй, я помню его. Помню, как он пришёл ещё в эти все лохматые андеграундные времена. Потом такой ржастик, туда и взяли, сюда и взяли. А потом его снизвергли, видимо, вот из-за матрии он, не знаю, за что вылетел. И немножко понизил, видишь, уровень получился уже он сейчас в Корее. Я не знаю, как там сейчас поёт, есть смысл, наобозрев это всё делать или нет. Блядь, ебать, ой, сука. Блядь, тут просто теряются вообще до речи. Я так понял, что эта задача была сделать крутой, крутой кавер на сплин, выхода нет. Ну, типа, порадовать вот эту вот аудиторию нашествия говнорей. Ну, блядь, вы знаете ли эту хуйню? Блядь, хочется ещё раз послушать. Начало, жирное, начало, блядь. Послушайте. Сколько лет прошло всё, но уже у тебя провода... Сука, это просто пиздец. Это просто невыносимая хуйня. Это как будто, нахуй, Джастин Бибер нюхнул дорожку и, блядь, ему показали, как по-русски спеть. И вот он вот пытается попасть вот в эти ноты, блядь. Всё, там уже ждут самолёты. Там где-то вот эту... Ты... Девочка с глазами... Блядь... Всё вообще, блядь, это так ужасно звучит. Просто пиздец. И самого синего льда... То есть он реально никогда не пел чистым, получается, голосом, так, на спокойных нотах, на невысоких, на своём тембре, как он разговаривает. Никогда не пел, а стоило бы. Ведь 20 лет быстро пройдёт. И когда тебе будет за 30, тебе захочется что-то спеть, вот, и будет охуенно не получаться. Так одно дело, ты в душу поёшь или в бане, там, блядь, с мужиками. Как это на нашествие понял, что ты, блядь, не можешь спокойным голосом спеть. Но это уже поздно, поздняк метаться. Блядь... Называется, хотели как лучше, получилось как всегда. Вы думаете, вот, фанаты из плена сейчас это услышат, охуеют просто. Такие, блядь, что это за дичь. Славик, ты должен растаять, блядь, со своими говняными кроссовками здесь. Провалиться на этом долбаном месте, блядь, и больше не появляться. Ой, блядь... Сука, это уже грань смешного. Пройдено, сейчас уже будет не смешно, нихера. Выхода нет, ключ поверни. Ключ поверни. И полетели. Блядь, это пизда рулю называется, ребят. И у меня уже просто уже... Такие слова цивилизованные, они уже куда-то запропастились. Нужно писать, чудо-тетрадь, кровью капец, травали. Даже тут лучше стало. Но, видно, это твой регистр, где-то привык. Он не твой, в смысле, от природы, а где-то привык петь, надрочился. Но все равно тут вопросы. Но вот этот, блядь... Начало люди послушат, они до этого припева-то не дойдут. Потому что они охуеют. Вот если бы кто-то спел нормально, блядь, реально круто бы звучало. То есть, они хотели уйти от говнарского воспроизведения этого трека, Который мы все привыкли сделать, типа, модное, все это. Где-то мы остались, не помню. Блядь, продолжение ужаса прошло. Второй куплетик, нахуй. Тут в каких городах, словно это было... К хуям выключить его нахер, просто, блядь. Тут просто музыка, просто приятная музыка, заебись. Пусть позвучит уже. Но это просто дичь ебаная. Через мои песни идут, идут поезда... Вот я не понимаю, он реально так поет? Или он просто... Я вообще в мясо не вменяем, там, не знаю, по дорожкам прошелся, не знаю, бухой, там. Ну, вроде не выглядит бухим. Или микрофон, там, я не знаю, не слышен ему в ухо. Что-то я уже пытаюсь как-то его спасти. В чем проблема, блядь. Но если он реально так поет, на вот этих спокойных нотах, то он вообще, он, получается, вообще не умеет петь. Просто не умеет от слова совсем. Вдохнуть же надо, блядь. Пиздец. Ты знаешь, отмучились такие с куплетом, фу, блядь. Кринжас ловили, такие, чтобы никто не слышал. И, наконец-то, припев. Ну, тут хоть как-то мы звучим, блядь. О, прикольно, кстати. Холосатая грудь, рубашка, это стиль. Надо тоже так сделать. Ну, здесь нормально, кстати, звучит. Нормально, Славик. Наконец-то. Хочешь что-то есть доброе, светлое. Кроме Данила Светлова. Есть еще и Славик поющий припев. Выхода нет. Тоже светлое получилось. Людей такие ошарашенные глаза. Такие, ой, ебать, на них обрушилось что. Я думаю, я понимаю, что ты хочешь сделать модно, стильно, круто. Но это как бы там, там, где они сейчас выступают, это нахер. Не нужно думать, блядь, что случилось, что? Сплин, да Сплина еще два часа, блядь. Да Сплина еще, у него, я смотрел сетом. Они еще не сейчас выходят. Мне кажется, для вот любителей Сплина и такого вот всего подобного, это какие-то просто пацаны орут что-то непонятно. Зачем так кричать эту песню? Непонятно. Не, я-то понимаю, как это круто должно звучать. Но там люди, они реально, мне кажется, не вдупаляют. Да, народу вообще по хую, по хую, что происходит. Это тоже, кстати, есть вопросики. Ребята, все-таки стараются уж играть. Пацаны-то стараются играть, а эти стоят, блядь. Вообще по хую. Что ты так в нос-то поешь вот на спокойных нотах? На мне спасти. Вот это крутой момент, но это не их момент. Мелодия, опять же, это диджея какого-то. Но я сейчас не буду заморачиваться, искать. Но это хаос диджея какой-то, блядь. То ли, Дэвид Гетто, то ли еще какой-нибудь. Вот это та песня, которую я знаю. Ну-ка, послушаем. Ну, здесь трудно облажаться. Здесь нормально звучит его все вот эти тембры. Ну, немножко, зачем вот это вот, типа он пародию делает на эту песню. Ну, типа они заебались уже, ее там исполняются, дела. Там на дождю. Вот, Славик, послушай. Чувак низко, как бы, ну, спокойно поет и звучит нормально. Не обязательно, чтобы всем понравилось или там, чтобы красиво было. Надо куда-то наверха забираться и там охуевать с этого, чтобы кринжа все словили. Вот, нормально, звучит не очень высоко, спокойно. Голос немножко совковый. Ну, а так, зато хотя бы, ну, попадает. Опа, смотри. Почти как Газманов. До Газманова немножко еще по-тренироваться надо, конечно. Слышно, что с тех же времен, как и Черно-белые дни. Там, где не было еще и где еще не был. По текстам, кстати, это вообще, вот я даже одной песни, вот этой Черно-белые дни, я когда послушал, я немножко выпал тогда еще. Там, где не было еще и где еще не был. Почти Кличко. Вот, где нету, петь не надо, ничего. Вот песня звучит заебись. Тексты пиздец. Если вот реально спросить, наху ли уже спрашивать? Что ты хотел этим сказать? Или кто там их писал? Они там, коллективный разум там у них был, или кто-то один? И вряд ли скажет. То есть, смысл отсутствует тоже, как искусственный интеллект. Просто это звучит. Набор, обрывки фраз каких-то. Ну, чтобы они звучали нормально в пачке музыкальной. Ну, так делать, мне кажется. Ну, можно, это по-метальному. Всем же насрать на текст. Я хочу видеть все ваши руки! Блядь, Славик, пожалуйста. Сорян, у меня только их две. Если что-то еще вырастет какая-то там еще где-то, я тебе покажу ее, скину. Скину на фоточке. Немножко арии. Должно быть в конце обязательно. Славик, блядь, жопа зачесалась в конце этого, блядь, сета. Иди сюда, эй, ты. Э, пацан, иди сюда, блядь. Попиздим давай. Давай, раз на раз выйдем такой. Бой с тенью. Славик пошел в конце. Э, давай там зайди за сцену, поговорим. Эй, вот ты, вот ты, да, давай. Чтобы пошел там все. Сейчас разберемся там. Ты не слушал, ты не пел вместе со мной. Все пиздец. Эй, ты давай, давай. Пойдем там раз на раз выйдет. Блядь, даже эту хуйню он подсмотрел. Я видел так несколько чуваков, какие-то вокалисты крутые так делали. То есть пока заканчивалось, чтобы не стоять как долбоеб. Просто вот так стоишь столбом в конце. Че еще делать? Сказать много тоже нельзя. Он где-то подглядел эту фишку. Типа, блядь, кого ты там нашел? Вот с невидимым, бой с тенью. Но здесь бой с невидимым гопником, который хочет славик отпиздить. Получился такой вот. Давай, давай, пошли за угол, зайдем. Закурить не найдется. Славик вышел из образа, короче, рок-музыканта. И образ пацана с района сразу превратился. Смотри, подкармливает людей. Крошкой. Корм им подсыпает, как рыбкам, блядь. Заебались там, слушайте, надо подкормить. Диванная экспертиза подходит к концу. Вы все сами слышали. Вот так у нас обстояли дела в семнадцатом году с металлом в Российской Федерации. Я вот только не понимаю. То ли ему сказали, чувак, ты раз уж хочешь полностью, давайте мы закосим под Брингми и Захарази, например, там. И раз он лажает, то давай ты тоже лажай. Я не понимаю. Чтобы уж полноценно все было. В чем прикол такой? В общем, я так как раньше не слышал, то у меня такие спорные, опять же, ощущения. Ну, что хотел, я сказал, что я думаю по этому поводу. Надеюсь, вам было интересно. Будем следить за Славиком. Будем следить за Аматарей. Будем выпускать новые обзоры. Пишите, на кого вы еще хотите реакцию увидеть. С вами был диванный эксперт Андрей Ганс. Пока!